Приветствуем вас, дорогие друзья. В этом ролике мы услышим истории о жутких находках при переезде в старые дома. Пользователи Reddit поделились друг с другом историями о том, какие вещи в домах, куда они только недавно переехали, показались им очень странными и пугающими. Первая история. Мои дети нашли подпол в своей спальне. Там было много кукол-кенов, у которых были расплавлены руки и в них вставлены лезвия. Я как могла попыталась умерить их испуг, сказав, что здесь, наверное, жил Сид. Вторая история. Чердак был просто полон голов кукол. Я оставил их там следующему владельцу. Третья история. Я уже 10 лет жил в доме, но никогда не заглядывал на чердак, потому что туда было сложно подняться. Один раз я почувствовал какой-то странный запах и подумал, может там кто-то умер. Залез, а там огромный набитый чем-то мешок, который при ближайшем рассмотрении оказался куклой в человеческий рост, как будто бы огромной белой куклой Вуду. Попробовал ее подвинуть, но она была очень тяжелой. В некоторых местах порвана и вся покрыта столетней пылью. Так и оставил ее там. Четвертая история. Бритвенные лезвия, двусторонние старые. Они были прямо в стене, которую мы разломали, когда ремонтировали трубу. Я сначала думал, что это был какой-то мусор, потянулся забрать его, и хорошо, что я был в перчатках. Потом я узнал, что так в старых домах избавлялись от старых лезвий. Через специальную щель кидали их в пространство между стенами. Отвратительно и жутко. Пятая история. Мои родители купили дом с сараем около забора. Мы собирались его ремонтировать и обнаружили подпол. Там были свечи из десяток баночек с разными жидкостями, гнилыми фруктами, цветами. А еще лежало фото какого-то парня. Моя девушка сказала, что этот сарай надо сейчас же сжечь. Но мы сошлись на том, что просто пригласили священника. Шестая история. Наши соседи нашли записку с признанием. Кто-то, возможно, бывший владелец дома, признавался в убийстве своей жены, которую похоронил под домом. Соседи обратились в полицию, но так как прошло уже много времени, те ничем помочь не смогли. Седьмая история. Задел паучье гнездо ботинком, и двести маленьких паучат расползлись по всему дому. Прошло шесть лет, а мы до сих пор убиваем по пауку в день. На этом все. Если вам понравились эти истории о жутких находках при переезде в старые дома, будем признательны за лайк и подписку на наш канал. Не забудьте, пожалуйста, нажать на колокольчик после подписки на канал, чтобы получать уведомления о новых видео. Ссылка, по которой можно помочь нашему каналу дальше развиваться и продолжать вас радовать новыми роликами, размещена в описании. Подписавшись на наш канал, вы увидите много новых интересных роликов с историями и не только, которые еще обязательно у нас появятся. Субтитры подогнал «Симон»!